Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасенчик, это канал Стасенчик ТВ. Я в начале видео решил покрутить гачу. У меня здесь было несколько видео. Я решил таки потратить все свои вот эти вот кристаллики. Потому что подумал, а бог с ними, с этими персонажами, лучше покручу гачу, а вдруг повезет. Поэтому вот я их приобрел. Еще один кристаллик приобрел. Так сказать, из кристаллов. Как бы это смешно не звучало. Так, вот изумрудный шар выпал. Дальше что мне выпало? Меч небесного всадника. Но я решил почему покрутить, решил покрутить. Потому что я буду 100% копить на Альбедо пробовать. И так как бы ближе к Гаранту. И если бы я не выбил... Ну, если я не выбиваю здесь какой-нибудь Гарант, то естественно у меня будет больше шансов на Альбедо. Потом я решил, еще накопил немного кристаллов. И сделал еще одну круточку. Вот. И будет сейчас еще одна круточка. Вот. И это последняя круточка. И тогда переходим к следующему видео после этой круточки. Всем удачи. Смотрите. Всем хорошего просмотра. Еще раз привет, друзья. Только что... Вот, ответить он меня отвлекает. Да ты смотри. Я уже второй раз пытаюсь записать. А, короче. Мы с тобой уже посмотрели прокрутки. Ты увидел, что выпало, а что нет. Конечно, хотелось, хотелось, чтобы выпал Джон Ли. Еще один, чтобы можно было ставить две колонны. Но, но, но нет. И что, на июне мы не получили. Но не страшно. Не страшно. У нас все впереди. Все в большом будущем. Когда-нибудь что-то по-любому будет. Сегодня я хочу поговорить о таких вещах, как о репутации города. Даже о не репутации. А именно вот этот вот прогресс недели заказа на монстров. Я вот взял, как ты видишь, пятизвездочного монстра. В чем здесь прикол? Там наверху можно читать. Это так. Сведения о цели. Это всякая мелочь. Толком ни о чем. Но информация ниже. Согласно разведанным цели. Имеет следующие характеристики. Невосприимчивость к физ. Урону. Также цель имеет следующие слабости. Увеличен элементальный урон. И это надо обязательно эту информацию запоминать. Мы сегодня с тобой три раза сходим на этих монстров. Дальше мы выходим на карту. Ищем круг. Вот он круг. Вот мы нашли круг. И перемещаемся к этому кругу. Перемещаемся к этому кругу. Потому что как раз на этом круге будет появляться наш вот этот вот маленький вид. Но мало ли если кто-то еще не знает. Наверняка же кто-то есть. Кто еще не знает. Дальше. Мы заходим на этот круг. Зашли. Как пошло время. Вот оно пошло. Видишь? Потекало время. Нужно. Вот видишь? Вот этот ветерочек. Нажимаем вот этот вот наш глаз волшебный. И движемся. Куда именно нас этот ветерочек приведет. Вон там розовое что-то. Иногда бывает показывает на монстров. Так. Дальше. Дальше. Туда. Идем обратно. Иногда бывает показывает на какую-нибудь вещь. Определенную нужно взять. Но в этот раз видишь почему-то только по территориям тупо разбросано все. Две из трех. Обычно три вещи нужно какие-нибудь определенные найти. Но мне тут повезло. Прямо считаю все рядышком. Вот видишь цветочек. Надо сорвать цветочек. Вот. Пайман подсказывает что следы ведут к монстру. А где? Где монстр? Последний раз. Делаем. Вон он монстр. Вон он монстр. Вот как раз. И вот нам и надо победить. В принципе за 10 минут. Мне повезло. Потому что у меня Чун Юнь. Который легко все разбивает. Но правда. Мне надо было. Мне надо было в начале от некоторых избавиться. И только потом этим заниматься. Потому что вот этот вот. Вот этот волшебник мне очень сильно здесь мешает. Отлично. Вот Чун Юнем я могу в легкую наносить ему урон. Потому что сейчас я все его атаки превращаю в элементальные. Либо же я могу третьим ударом наносить атаки. Так же вот так можно Эмбар запустить. Можно вот эту ледяную штуку. Так же колонну. И да. Я тут недавно слышал как раз про улучшение Джуна Ли. Я очень рад что он мне все таки попался. Потому что это будет просто потрясающий персонаж. Это будет один из лучших пятизвездных по идее. Я так подозреваю по крайней мере. Так отлично. Ну легко с ним справлюсь. Потому что у него на элементальную магию. Увеличен урон. Если у вас Бэйдоу. Используйте Бэйдоу. С ее щитом отлично будет проходить. Если вы используете Фишель. Используйте Фишель. Если у вас Эмбар. Постоянно используйте Эмбар. Но по мне так лучше всего здесь. Вот тот кто. Создает поле. Потому что видишь. Все физические атаки будут имуниться. Так же здесь наверное неплохо. Пойдет Нингуан. Любой волшебник. Любой прям волшебник. Да. Я думаю да. Вполне. Потому что очень-очень. Хорошо по нему будут все элементальные атаки проходить. Делюк. Делюк да. Почему нет. Со своими атаками. Если он у кого-то есть. У него спешил тоже очень крутой. Вот эти вот три удара будут постоянные. Три стихийки. Вот. Вот. Но. Чунь-юнь. Тот же чугун. Здесь очень-очень себя превосходно чувствует. Как вы видите. Просто. Просто за 4 минуты. Убили. С них ничего не падает. Поэтому ничего не ждите. Пойдемте добьем вот этих вот. Получается один только лучник остался. Да. Вот. И вот у нас первое задание выполнено. На монстра. И точно так же выполняются три оставшихся задания. Но. Но. Здесь есть один прикол. Один такой прикол. Я бы даже не сказал, что маленький. А достаточно прямо жирный. Это. Вот эти вот как раз характеристики. Они все время будут меняться. И мне пару раз подводилось к тому, что у противника был криво. Как она? Криво защита, короче. Иммунитет к криво атакам. И тогда чун Юни здесь особо не блистал. Так. Вот. Не забываем сразу подходить, сдавать. Вот так вот собираем награду. Вот мы получили опыт репутации Ли Юэ. Это если вы в Ли Юэ проходите. А если проходите не в Ли Юэ, то естественно. Ну, в Манштадте, то естественно получаете в Манштадте. Возможно в будущем. Но даже невозможно. А 100% в будущем будут еще другие города. Так. Давайте посмотрим. Согласно разведданам, цель имеет следующие характеристики. Не воспринимчиваясь Гидро и Канома атакам. Так. Увеличен урон от элемента Электро. Значительно увеличен урон от атак в падении. Вот. Атаки в падении, я считаю, здесь очень рано дали. Потому что это прям намек на Сяо. По-моему, да? Вроде бы его так зовут. Вроде бы Сяо. Но видишь, у него невосприимчивость к Канома урону. Поэтому фиг знает даже. Даже не знаю. Опять точно так же выбрал. Пошел искать. Ищем, 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 ищем. Где оно тут? Вот. Ну. Они, кстати, практически есть. Ты смотришь, определенный тип монстра. Они практически все в одном месте. Постоянно. Потому что вот этот летающий. Он практически всегда у меня есть. Не всегда здесь. Так. Вот. Я переместился. И у меня сразу пошло время. Потому что я переместился. Так. Ну, пойдем посмотрим. Единственный минус вот этой территории. Ты можешь в два захода проходить. И первым заходом уничтожать вот всех монстров. Потому что они будут очень сильно мешать. Очень сильно мешать. Прям. Прям невозможно сильно мешать. Прям вот так сильно мешать давно никто не мешал. А что это он в камень не превратился? Не на того упало, что ли? Похоже, не на того упало. Смотри. Смотри. Так. Он здесь попал на монстра. Нужно как бы намекает убить этого монстра. Я переключаюсь на слизни. Потому что таргет, видно, спал. Так, где он? Вот. Отлично. Так. Убили монстра. Дальше. Дальше показывают куда-то туда. И надо показывать куда-то по горам. Надо лезть. Куда-то там в гору. Сорвать, чтобы какой-нибудь цветочек. Иногда наоборот вниз. Меня как-то взбесило. Он мне показывал вначале вниз, потом вверх. Вот если он показывает на несколько хиличуров, атакуем того, который нам нужен. Потому что остальные просто исчезнут. Смотри. Сейчас. Оп. Видишь? И остальные тупо исчезли. То есть. Ну, если несколько врагов. Как раз было несколько хиличуров. Я победил. И все прекрасно. Так. Так, так, так. Не могу понять. Вот здесь я уже не вижу. Пока. Но вроде бы иду правильно. Да, вроде иду правильно. Но цель пока не видно. Вообще не видно пока цель. Возможно, она где-то внизу. А. Вот он. Прекрасно. Так. Теперь. Это какая была? Это была третья как раз. Да, это была третья. Прекрасно. Нам показывает куда-то вниз. Пойдем вниз. И вон. Вон, 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 вон. Уже, уже смотри. Уже в нас целится. Вот так вот. Ну, если бы я сейчас атаковал бы молнии, наверное, было бы больше от этого толку. Ну, потрясающе. Ну, а так он такой же монстр. Такой же, как обычный монстр. В нем ничего такого нету. Ага. Ах, ты ж промазал, смотри. А что ж такое-то? Вот она иногда так накапливает долго. Опа. Вот опять, куда я целюсь. Вот в чем минус Джойстика. С мышки это раз в десять бы уже попал. А с Джойстика нифига. Я сейчас восстанавливал 7 хп. Это все обдумано. Сейчас каждый удар, он просто обдуманный. Обдуманный, продуманный десять раз. Даже вот это я ожидал. Вот ты смотри, опять крутится. Что ж такое-то? Эх, промазал. Эх, промазал. Есть! Как вам такое? В крученом состоянии попадать. Прекрасно, просто прекрасно. Смотрите, сколько урона просто. Немерено. И у всех полное хп. Опа. Так, сейчас у него защита. Отлично, спала. Не успел. Не успел. Да что ж такое? Тут прям вот миллиметр надо попадать. Ай-яй-яй-яй, вот это вот обидно было. Ладно. Успел прыгнуть. Сейчас мы его добьем. Тут осталось-то чуть-чуть совсем. Смотрите, прям, прям. Угу, меня зажал. За стороне. Есть. Опять видим, что ничего с них не выпадает. Это, кстати, чего? Вот это картофель. Картофель и пшеница прекрасно. Я, кстати, давно не занимался готовкой никакой. Надо будет подготовить что-то так. Опять вот этот вот джойстик. В джойстике системы, конечно, хороша, но настолько, как хотелось бы иногда. И идем, выполняем точно так же третий квест. Третье задание. Приятно, когда уже на таком высоком ранге, высоком уровне, ты просто приходишь их и разносишь. Не знаю, видео, наверное, получится достаточно коротким, поэтому я, наверное, еще попробую маленький бонус пройти. Да, я, наверное, так и сделаю. Так. Собираем. Прекрасно. И вот он, летающий, летающий. Невосприимчивость к электроурону и геоурону. Вот то, что геоурон, это плохо. А вот крит, шанс крит попадания, то, что у него увеличено, это офигенно. Потому что у меня шанс крит попадания там очень высокий. Так. Опять. Ищем. О, смотрите, в этот раз вот здесь. Это для меня новое место. Я знаю, что у меня там экспедиция пришла. Извиняюсь. Но не обращаем на это внимания. Не обращайте внимания на мою перевозбужденность. Потому что я записываю ночью, поэтому я... Такой-такой прям активный, супер-супер активный просто. Сейчас без двадцати четыре. А на работу мне вставать рано. Где-то часов. Ну, по-хорошему надо в семь встать. Ну, я, наверное, встану где-то в девять. Может быть, в десять. Посмотрим. Может быть, я поленюсь. У меня еще там дела свои есть. Надо делать. Я который день пытаюсь суп сделать. У меня все никак не получается. Так. Вот-вот то, о чем я... А, нет. Это не то, о чем говорил. А где? Подожди. А кто? Цветок? Нет, не цветок. Подожди, подожди, подожди. А где? А, вот. Грибочек. Класс. Так. Следующий. Следующая цель внизу. Я уже думал, сейчас придется с горы, потом на гору. Они тоже очень любят. Так. Кто? Кто? Вон. Слайм. Как и говорил. Уничтожаем слайм, который нас интересует. Остальные даже не трогаем. Есть. Получил по башке. А потому что нефиг. Нефиг, потому что. Так, пойдемте сюда. Куда-то сюда ведет. А противник, скорее всего, где-нибудь наверху будет, да? Так. А, вон валяет, смотри. Подходим, исследовали. Так, прекрасно. И где же... Нет, смотри, противник прям нормально. А, противник прям шикарный, я бы сказал. Вы, да, сделали. Ага, вон там, с огромным количеством хиличуров. Здесь вообще прям прекрасное место. Прям лучше некуда. Прям, чтобы еще... Да, да, естественно, согрились все. Естественно все. А как могло быть иначе? Вот как раз из-за этого желательно вначале зачищать зону. Так, на этого не сработает. Зато сработает на хиличуров. А, не смотри. Все равно работает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень плохо, очень плохо. Прям повезло, прям очень повезло. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так... Есть! Да, есть. Чуть не убили сейчас. Сейчас, сейчас мы с ним разберемся. Поставим на него печати, пожалуйста. так полетел вверх я попал в глаз что за фигня ничего страшного все равно попал чем моего еще приморозим джунам ли отлично комета чтоб он встать у нас не успел до конца давай давай добивайся практически практически убит есть вот и все забили забили последнего я специально эмбер переключался чтобы она отхиливалась вот при мне все отхилины так но во время последней атаки я думаю это можно все видеть все смотреть но эмбер у меня такая она у меня даже не прокачана сильно но очень неплохо восстанавливает восстанавливает мне мою ульту потому что у него фавониус лук лук фавониуса прокачанный 3 так и вот мы прошли и собираем награду так репутация уровень 6 влию и это прекрасно забираем награду какие у нас награды тут это что такое о гео компас прекрасно прекрасно гео компас это прям прекрасно остается вот это и вот это да мясо тяньшу и практически добрались до крылышек смотри крышки я сто процентов поставлю этому джунали прям очень ему подойдут эти крылышки на чун юня и наверно над не на ци ци я оставлю какие сейчас есть а вот на чун юня я наверно крылышки из обновления 1 2 буду пытаться достать ну не то что буду пытаться достать а она и пытаться особо не надо будет так ну и давайте для бонуса для бонуса я сегодня ходила с другом сюда мы с ним прошли прошли это место злополучное так у меня 33 да я один раз на запись схожу смотрите в чем прикол я вот это вот 80 пройти вообще не мог вообще не мог и когда был доступным 90 с другом пошли на 90 и мы нормально его прошли моего я даже сказал офигенно прошли так там лед будет ледяной поэтому принципе эмбер тут в тему пускай пусть остается эмбер пусть остается то что есть там всякие подсказки вот в восьмидесятом здесь стоит огненный я не могу его пройти потому что у меня там персонажах нету которые будут фигачить огонь у меня из молнии только чуть-чуть прокачано фиш или то не сильно и я потихоньку начинаю качать рейзеры потому что как вы знаете у меня на нем 5 звезд так давайте начнем но возможно мне она вот вот тоже непонятно когда он немного хп остается они мне такую подставу устраивают посмотри видишь вот чуть-чуть хп осталось почему он не умирает что это что это что это за читерство такое просто вот непонятно ой 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 вот эти отходы не получается не получается не выходит немножко немножко не выходит а видите видите огнем как начал фигачить и пожалуйста помера вообще офигенно так сейчас посмотрим что-то у меня такое ощущение что я его в одиночку не пройду да чё-то я нелогично немножко все сделал видите 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 какая у него защита что это защита откуда она что мне с ней делать и она умирает класс короче здесь тоже нужно электро походе потому что друг был электро и он офигенский это место прошел а у меня вот не получается хотя под лужицу он хорошо прям атаку получает смотри урон но я боюсь я вторых не смогу победить которые следующие двое выйдут там будет два мага но они очень жесткие вот опять такая супер защиту него непонятно что это защита да непонятно ему вот обелиск дает защиту и что защита вообще не ясно смотрите я вообще не пробиваю короче я не понимаю как это подземелье работает пока по крайне менее но мне почему-то кажется что что в этом что в прошлом где огненная нужно электро что-то что-то электрическая да да иди сюда был уже все нормально может этот обелиск надо сломать он вообще ломается он не ломается ведь нифига причем вообще нифига не ломается так здесь я по-другому пути пойду не на это я не успею да не успеваю смотрите все равно эмбр помирает вот здесь вот он должен еще как-то реагировать вот вот эти вот лучи почему они раньше не срабатывали но все это провал это провал а сейчас он спускается да не получается почему-то не получается мне пройти это я не знаю почему причем вообще не понимаю ладно я даже пробовать не буду я не понимаю напишите если кто-то знает как это вообще работает я просто не понимаю я вижу что вот там аномальные вот эти вот артерии прорывок там взрывы происходит еще что-то но я не понимаю как это работает вообще не понимаю как это работает необходимо бить чтоб тебя били молнии или это не надо делать просто вот какой-то как это бредятина просто бредятина ладно на этом мы серию заканчиваем так я и не выбил никого ничего неюня не джунли на никого но у меня по баннеру история давайте вам покажу историю вот у меня до гаранта 5 6 7 8 6 8 48 и 1 2 3 4 52 мне сейчас то есть до гаранта у меня 38 38 до гаранта а это сто процентов значит мы следующем обновлении будем крутить и пытаться получить нашего нового персонажа как он назвался то как он назвался то так сейчас так как 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 вы тарталия вот вот принц дракон мела а имя его можно можно его имя нет нельзя нельзя его имя полностью короче вот на этого чувака будем будем вот на этого чувака я думаю он очень-очень альбедо альбедо вот принц мела альбедо я думаю он так как гелый персонаж он будет очень очень неплохо как раз сочетаться с джуном ли вот а пока тогда на этом все всем спасибо за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь всем хорошего дня хорошего настроения надеюсь я хоть чем-то вам помогаю своими этими видео может быть нет может это просто развлекательный контент для вас но все равно мне приятно когда вы пишете что-то приятное что-то хорошее всем спасибо и всем пока пока а